Ну что, YouTube, всем здорово! С вами Джон, он же Лопин 312. Сегодня перед живой аудиторией мы будем читать на этой неделе в Банже от 1.21.2021. Красиво звучит. Отдельное спасибо им за то, что выпустили ТВАП в 12 часов ночи, а не в час ночи, по московскому времени, потому что в час ночи у нас будет презентация Resident Evil 8, как я понял, и хотелось бы заоценить. Ну так, чисто по приколу. Так, сейчас мы быстренько проверим, появилась ли у нас сразу русская версия. Сразу русская версия не появилась. Ну, появится когда-нибудь. Ну а мы пока что почитаем английскую. В общем, ладно. На этой неделе в Банже, 1.21.2021, Укмун возвращается на меню. Новая активность Посланник вышла в эфир на этой неделе, чтобы прокомпанировать экзотический квест на Хукмун. Как и... Ну что-то там какая-то аналогия про бутерброд. В общем, вы поняли. Так, вы можете закончить эту новую активность, чтобы заработать себе катализатор, чтобы добавить несколько перчинки своему Хукмуну. Ну то есть там рандомные роллы, парочку новых получить и так далее. Эта новая активность также позволяет вам получить вот эти самые рандомные роллы. И таким вот образом... Ну вы помните, да, то, что законно можно получить 6 штук за неделю, если у вас 3 персонажа. Тут у нас еще вышел ролик, посвященный Хукмуну. Я вот помню, мы его на стриме не смотрели. Ястреб вернулся, у нас незаконченное дело. Слишком много одержимых тут. Это будет опасней, чем в прошлый раз. Блин, чел с таким пафосом промазал половину обоймы по мубу в упор. Блин, ну трейлеры все-таки делать умеют. Музонщик, как обычно. Ладно, идем дальше. Завершая катализатор на Хукмун из-за активности Посланник, не только принесет вам оружие, ну, окрыленное, до его полного потенциала, но также разблокирует специальные награды Банджо. И очередную майку, которую вы сможете купить по скидке. Вдохновленная Хукмуном майка может быть приобретена на странице наград Банджо. Так что, кому надо, въезжайте. Так, стики на раунд. Ну, то есть, зависая с пацанами. Как мы упоминали в прошлом, мы перемещаемся от сезонного контента, для того, чтобы уменьшить количество фома. Ну, то есть, страх Fear of Missing Out. То есть, страх потерять что-то, что вы до этого не проходили. Они хотят, чтобы этого контента было поменьше, чтобы у нас была возможность во все активности, которые появились, поиграть в то время, которое нам будет удобно. Наша цель, ну, цель Банджо, помочь игрокам пройти через... испытать вот эти вот нарративные биты и активности, даже если они начали играть гораздо... Ну, даже если игроки начали играть позже. Ну, после того, как сезон закончился. Вот небольшой взгляд на то, что останется после сезона охоты в конце четвертого года. Сюжетные миссии можно будет запускать из директора. Ну, из специального окошка в директоре. Ну, то есть, в главном меню игры. Также будут доступны охоты на гневорожденных. Ура! Миссия на... Ну, квест на объект поклонения, снайперскую винтовку, также будет продолжать быть... Также продолжат быть в доступе. Так. Венна. Получается, вендор Ворон будет по-прежнему доступен. Ну, окно вендора Ворона будет продолжать... Будет оставаться на спутных берегах. Квест на Хокмун экзотический. И мастер активность тоже будет оставаться. Но, видимо, на то, чтобы... То есть, сам квест останется на Хокмун. И возможность его прокатализировать. И рандомные перки на него достать. Сезонная печать и... Титул Смотрителя тоже останутся. Ну, то есть... Если вы вдруг не успеете до конца этого сезона получить титул... Не расстраивайтесь, еще будет время. Там вроде написано было то, что до 15-го сезона. Все триумфы будут... В активе. И можно будет, соответственно, получить печать. Сезонная печать должна быть заслужена... По окончании дедлайна на странице Банжи Ревардс. На странице наградных Банжи. А, из-за того, что триумф забагован... Ну, там же есть триумф, где надо проходить с тремя Хокмунами. Вместе с тиммейтами. То... Они немножко продлят это дело. Посмотрим, до какой степени. Вот несколько вещей, которые не будут доступны по окончании сезона. Контракты Ворона. Сообщение с полей. Сезонный артефакт. Ну, и сезонный пропуск. Ну, это понятно. Так, перемещаясь на то, чтобы хранить большую часть из этого контента. Ну, поблизости. По окончании сезона. Мы создали... Ну, создало небольшое такое впечатление для сезона. Ну, причуду. Для сезона охоты. Которое... Ну, как сказать. Было задизайнено, чтобы отражать старую модель. Вот почему Ворон все еще будет тусоваться в убежище Паука. Как раз после того, как сезон закончится. Вы можете увидеть другие аномалии, окружающие Ворона в 13 сезоне. Так как его переместят в новую локацию. И при этом он будет оставаться на спутных берегах. Чтобы активировать сезон... Контент, привязанный к сезонной охоты в вашем инвентаре. Ну, нам не привыкать, на самом деле. Я думаю, многие помнят то, что... Та же самая Петра Венш. Она присутствовала на... На каком-то этапе одновременно и на спутных берегах рядом с Пауком. Где она офигевала от того, что... Кое-кто вернулся. И на этом как его... И в городе грез. Я помню, сюжетку проходил. Но... Этого как его называют? Спутных берегов у города грез. Но у меня там появилось снова. Но сюжетку отвергнутых. Было странно. Ну ладно. Сезон 13-й... Должен... Будет избежать всех этих острых углов. И контент, который будет задизайнен, чтобы... Ну... Обозначить... Модель, оставшуюся с 2004-го года. Теневые инграмы возвращаются. И они очень инсейн. Ничего себе! Ранее, в 2020-м году, сезон прибытия... Представил новую фичу, которая называется теневые инграмы. Которые позволяли стражам... Фокусировать награды на определенном типе пушек. И оружейных... И роллов шмоток. Которые стражам были очень нужны. Система была очень хорошо принята комьюнити. Так что мы решили сделать небольшой тюнинг. Чтобы вернуть их назад в 15-м сезоне. Так как... Как и в будущих сезонах 2004-го года. Ну что? Риюз... Сага о Риюзе продолжается. Что тут сказать? Пока сезонная активность... Будет выдавать... Так. И все это с учетом того, что новая сезонная активность... Будет выдавать... Самый быстрый способ получения новых наград. Мы хотим убедиться, что... Вне зависимости от того, сколько времени вы проведете в Дестине. Теневые инграмы позволят вам преследовать новые награды. Аналогично сезону прибытия теневые инграмы будут падать за завершение определенного контента. Мы... Засунули в пару ко всему этому определенное число активностей, которые будут выпадать, как только вы сфокусируетесь на текущих активностях. Если вы хотите фармить некоторые теневые инграмы в патрулях, в налетах, в горниле, в гамбите, в побоище, в публичных предприятиях, в слепом колодце даже... Ничего себе. Стряхнули пыль. В кошмарах, в экзо... Что там у нас? В экзо-челленджах, в имперских охотах и в новой сезонной активности. Примечание. Сезонные теневые инграмы также будут... У сезонных теневых инграм будет также шанс дропа из побежденных врагов, где угодно в игре. Так что, если вы не огриндите этот лист активностей и плейлистов, у вас все еще будет возможность добыть себе теневые инграмы. Вы также можете заметить... Что у вас в инвентаре будет меньше теневых инграм, чем было раньше. Хотя это было забавно смотреть то, как теневые инграмы падают на игроков в 11 сезоне. Дропрейт их был немножко больше, чем ожидалось. Так что мы собираемся его перебалансировать. Ну, вы помните, да, то, что на определенном этапе, когда мы уже выформили все пушки и шмотки из этих теневых инграм, они продолжали падать. Это уже большая часть раздражало. А пилились они очень медленно. Так что, ну, фиг знает. На первых этапах, наверное, все-таки я бы был... Я был бы не проще, чтобы мне падало их побольше, а потом, может быть, урезать. Но, блин... Они решили на весь сезон так сделать определенную схему. Ладно, идем дальше. Будет небольшой квест, чтобы показать игрокам, как использовать призматический призма-преобразователь. Почитайте об этом больше внизу, чтобы фокусировать и не в инграмы. Квест будет на аккаунт, так что вам надо будет сделать его только один раз. Блин, а там у нас в прошлый раз падали модификаторы всякие и так далее. То есть там новые модификаторы появятся, призма-преобразователи. Ну ладно. Призма-преобразователь возвращается как киоск с возможностью изменять теневые инграмы в фокусирующие теневые инграмы, которые будут содержать меньший лут-пул. Поэтому теневые инграмы останутся надолго. И призма-преобразователь будет иметь несколько страниц для каждого сезона. И у вас будет возможность фокусировать инграмы на сезон вашего выбора. Это хорошо. Как только вы используете призма-преобразователь, чтобы фокусировать вашу инграму, вам все еще надо будет забрать теневой декодер, чтобы получить вашу новую награду. Примечание. Сезон охоты... Сезон ох... Как бы сказать, сезон... Активность сезонная в охоте за гневорожденными. Награды не будут включены в этот призма-преобразователь в тенанском сезоне. Потому что игроки могут все еще использовать охоту. Чтобы... Ну приманку, чтобы ролить специфические пушки и шмотки. Ну и роллы. Призматические линзы. У нас еще есть способ разблокировать некоторые фокусирующие опции для вашей теневой инграмы через новую награду, которая называется призматические линзы. Призматические линзы разблокируются, как только новая фокусирующая опция станет доступна. Так что вы сможете разблокировать определенную часть коллекции и определенную... И... А! И определенные статы также зафокусить. Ну вы помните, у нас там, типа... Была такая тема, то что... Вы могли выбрать, чего у вас будет больше в этой шмотке. Сила, интеллект, дисциплина и так далее. Но все это ограничивалось тем, что там было, допустим, 10 или 11 силы и... Ну там, 5-6 интеллекта или восстановления. Короче, народ это не с особым восторгом принял. Я вот не знаю, мне вот лично хотелось бы и... Ну шмотки как минимум там... И... Высокостотовыми я... Под высокостотовыми шмотками я понимаю, ну там, допустим, если будет... Ну 15 там хотя бы восстановления, 18 там 20... 25 будет вообще... Будет вообще офигенно. А по поводу призматических линз это мне что-то напомнило. Подожди. Это как у нас называлась та штука? Где-то... Линза, 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 линза. А, это высшая линза. А я такой подумал, неужели высшая линза из фестиваля пригодится? А Банжи мне такие... Стопэ. Ну ладно. Вы сможете добывать призматические линзы, делая различные активности в игре. И вы можете также отслеживать ваш прогресс за разблокированием линз через призмопреобразователь. Мы не хотим вам спойлерить ничего, однако. Но мы хотим, чтобы вы это узнали, как... Когда начнете их завоевывать в 17 сезоне. Ладно, идем дальше. Титулы. Так, Гилдед Эйдж это у нас что? Подожди. Гилдед, гилдед, гилдед. А, позолоченный. Позолоченный век. Одно из наиболее удовлетворяющих чувств в Десни это наблюдать, то, как ваш лист триумфов пополняется, чтобы разблокировать новые печати и титулы. Так. У нас есть некоторые планы на то, чтобы развить эту фичу и дать вам другой способ, чтобы пофлексить вашими достижениями перед другими стражами на башне. Вот небольшой дизайн. Вот небольшой список триумфов от лидера команды по дизайну. Он с вами типа поделится. Лидер команды по дизайну триумфов. Всем привет. Добро пожаловать в Новый год. Кстати, воспользуюсь возможностью, чтобы подержать все курсы, что мне осталось среди всех печатей новых выбить только забагованную. Ну, где там Трихукмона было. Все остальное доделал. Ей, наконец-то. Контент кончился. Ладно, идем дальше. Странно, что они лидеру дизайна триумфов не выдали имя, но, видимо, это несущественно. Блин. Я бы обиделся, наверное. Ну, ладно. Мы хотели бы поделиться изменениями, которые коснутся печати и титулов в тринадцатом сезоне. Как я уверен, что многие из вас заметили, мы, как бы сказать, дублировали безупречные и завоевательные печати каждый из трех последних сезонов. Нам нравилась идея, чтобы эти титулы переходили сезон и сезон, но нам не нравится то, что челлендж и время, которое будет потрачено на них. Было потрачено на них. Так что вот что поменяется. Так, только не думайте, банджи. Вот три моих этих печати безупречных и три моих завоевателя, которые я только что выбил, у меня забирать и заменять их какой-то одной. А то буду орать. Как всегда, мы начнем с целей. Позвольте игрокам показать их вовлеченность в корневые ритуалы из сезона в сезон. Оставить ценность завоевания какого-нибудь базового титула. Уменьшить количество гринда, необходимое из сезона в сезон для игроков, чтобы получить их все. Начиная с 13 сезона, если у игрока закончена печать для одной из наших корневых ритуальных активностей, такая как непокоренный, дрэджен, плавлис, но безупречный, и завоеватель игроки, у игроков будет серия дополнительных сезонных задач, чтобы озолотить больше этот титул. Че? На что позолочение будет означать? Серия сезонных активностей, чтобы озолотить вашу корневую ритуальную титул. Новая граница вокруг печати в пользовательском интерфейсе «Триумфов». Пипка будет отслеживать, как много раз в вашей карьере вы позолотили уже полученную печать. Новый цвет и символ для титула над вашей головой, так что вы им сможете хвастаться. А, ну ладно. Это меняет дело. То есть у нас будет одна печать, в которой можно будет по-разному красить? Типа? Да, сильно. Ну просто, мне вот только интересно, я вот сейчас, я вот сейчас даже покажу. Ну вот допустим, у нас вот есть печать «Безупречный», одна. Есть вот, как его называют, есть печать «Завоеватель», тоже одна. До этого у нас было там, тоже там, две штуки, которые уже типа считаются прошлыми, их не выбить. То есть они их все удалят, что ли, и надо будет одну и ту же печать постоянно ресетить и разные цветами применять. Контент, короче, блин. Ладно, читаем дальше. Что означает, что мне надо будет сделать, чтобы озолотить свою печать? Как только вы закончите базовую печать и заявите свой тяжело заслуженный титул, лист опций сезонных активностей также будет, ну, обнаружен. По завершению всех этих сезонных активностей, вы получите ваше озолочение на текущий сезон. Ё-моё. То есть это вот так вот типа будет выглядеть? Ну, к примеру, выигрываете матчи с «Безупречной империей» эмблемой экипированы, когда у игрока есть билет с семью победами. Н-де-е. Что тут дальше идет? Одолевайте стражей в матчах в Осирисе. Керти стражей на их первый фловчик. Заслуживайте награды от Сейнта 14-го, ну и так далее. Понятно. Что случится, когда сезон закончится? Сейчас, секундочку. Короче, тут часы, небольшой офтоп. Тут у нас упустился таймер в Resident Evil на трансляции. Я немножко прифигел, когда вот слышу часы, но не могу понять, откуда они звучат. Ладно, паузу поставим. Криповато. Ну, просто реально, ребят, позолоти ручку. То есть, действительно, мы будем сидеть и красить наши печати. Я не знаю, я почувствую себя пасхальным кроликом. Ладно, что случится, когда сезон закончится? Каждый сезон опциональная позолота активности будет ресетаться. И может даже меняться, чтобы сочетаться с уникальным экспириенсом, который будет выдаваться вам в каждом сезоне. Ну, типа, этот сезон у нас был зеленый, следующий сезон у нас будет голубым. Я не знаю, как это, типа, обозначить. Все эти базовые задачи в титуле будут оставлены. И ваш титул покрасится, допустим, его типичный фиолетовый цвет. Какие титулы будут затронуты? Четыре корневых титула для испытаний, для побоища, ну, для грандмастеров, для горнила и для гамбита. То есть это будут у нас безупречные, завиватели, ну и так далее. Но, короче, вот эти три понятно. Мы их и так, ну, кто как. Мы их и так закрываем уже третий сезон подряд. Но, что, получается, Дрэджина надо будет заново делать? Фидбэк, пожалуйста. Ой, фидбэк, я думаю, будет. Сейчас, можете уже написать. Эти изменения являются результатом конструктивного фидбэка, который мы получили от игроков в Destiny Community. Спасибо вам, спасибо вам, спасибо вам. Продолжайте делать так, чтобы этот фидбэк приходил. Не, ну, конечно, для меня было странно то, что мне каждый сезон надо одну и ту же печать заново делать. Но я надеялся то, что там будет хотя бы, я не знаю, другое название у нее чуть-чуть там. Завиватель 1, завиватель 2, завиватель 3 там. А теперь, получается, мне там надо будет на ней цвет менять? Не сказал бы, чтобы это сильно отличалось, конечно, но... ХЗ. Просто, понимаете, меня что смущает тут? Конечно, я был бы не против того, да, чтобы как-то можно было отличать, допустим, у меня завиватель там этого сезона, завиватель предыдущего сезона, или завиватель позапрошлого сезона, но мне интересно, что станет с моими предыдущими печатями, ну, которые там, которые я там получил, можно ли мне будет их там какой-то, им там какой-то определенный цвет там дать или еще что-то? Ну, чтобы можно было их отличать, типа, вот тут. Я печать, к примеру, чтобы я там мог сказать, что я эту печать получил из-за того, как это стало мейнстримом и так далее. А не так, чтобы их у меня просто ударили и оставили одну, которая цвета меняет. Ну, то есть, вот это вот меня сейчас интересует. Ну, ладно. Выдачи стражам. О! Туалетная вода до истине. Пасхальные яйца. Что тут у нас еще? За гранью... За гранью света. На этой неделе в Bungie Story игроки отмечают третий ежегодный приз на выдачу... Ой, третий ежегодный, там сказать... Стражевыдаватель! Стражевыдавательный конкурс, который включает в себя избранные коллекции Гира Десни, включающиеся в призы, такие как распроданные коллекционные издания за гранью света, подписанные командой Bungie. На ограниченное время для... Будет доступно определенное количество уцененного меншернайза, который можно будет получить на Bungie Story и Bungie Store.com. Ой, я представляю, как у них там сайт ляжет. Чтобы войти в этот конкурс, последуйте... Зафолуйтесь на Bungie Store на Твиттере, ретвитните текущую раздачу и добавьте Guardian Giveaways в этот... В хэштег. Конкурс закончится 30 января 2021 года. И... Ха! Доступно только для Европы, Великобритании, США и Сиена. Это Канада, что ли? Прикольно. Мы пролетаем, короче, как я понял. Ладно, идем дальше. Знание это только часть, это только половина битвы. Теперь мы поговорим по поводу ошибок, которые служба поддержки игроков раскрыла на этой неделе. Вот их репорт. Что скоро уйдет? Мы исследуем проблемы, которые касаются завершения триумфов в титуле «Смотритель» и также получения кода сезонного пина. Ну, короче, если вдруг кому-то захочется получить печать в игре, а потом купить ее за реал, ну, чтобы, там, я не знаю, куда-нибудь себе в квартире положить, Банжи над этим работает. Идем дальше. Пыль и эхо. Почти 9 лет назад статы и файлы из предыдущей франшизы Хейла, ну, перестали обновляться на Банжи-нете. С тех пор все статы, файлы и другая дата из Хейла-2, Хейла-3, ОДСТ, и Хейла-3, и Хейла-рич будут, останутся жить в напоминаниях на сайте хейла-банжи.нет. 9 февраля хейла-банжи.нет будет, ну, оставались, это в прошедшем времени все было. 9 февраля хейла-банжи.нет веб-сайт будет выключен навсегда. Все типа, мы приветствуем всех, чтобы они сохранили эти статы и файлы, как они смогут, если вы, если бы вы хотели бы что-то там сохранить. То есть, думайте сами, решайте сами. Пожалуйста, сохраняйте у себя в голове то, что наши новости, новостные издания, там, форумы и группы были импортированы в текущую версию банжи.нет назад в 2013 году. Дополнительно, личные аватары Хейла, которые сейчас используются на банжи.нет, будут удалены из 9 февраля из-за того, что их функциональность живет на Хейла Банжи.нет. Мы исследуем опции, чтобы вернуть их назад в том виде, в котором они были. А пока что можете сохранить их на компьютере, опять же. Окей. Ну, видимо, там Microsoft заявил на них права, там же сейчас 343 Интерсис выпускает игры по Хейла. Так что, ну окей. Известные ошибки. Мы продолжаем исследовать ряд известных ошибок. Вот их небольшой список, который был отрепортован на форуме Bungie Help. Мы исследуем ошибку, при которой Sony, где связанные с Sony, где игроки на PlayStation не могли отправлять инвайты через приложение на Bungie Net. Lightseeker Triumph не разблокируется после того, как вы добываете 5 эти, как их называют, 5 перышек из-за миссии Посланник. А, ну в принципе, да, эта фигня тоже была забагована, там же у нас есть, как его называют, Triumph получить все перья за одну неделю, все 5 штук вот этих. Соответственно, да, это тоже баг, как выяснилось, то есть у нас там есть баги, связанные с прохождением этой миссии на время, с пятью этими перышками и с тремя игроками в боевой группе, которые закрывали это здание с хохмунами, тоже такая тема есть, так что у нас три забагованных Triumph в этой печати. Аминь. Один заблокирован, один, как бы сказать, в хорошем смысле забаговался, остальные что-то как-то не особо. Так, птицы одного полета не разблокируются, когда игроки завершают, ну, это то, о чем я говорил уже. Озвучка не играет, когда вы проходите эту миссию, то есть там еще должны быть какие-то диалоги, как я понял, в процессе нашего прохождения. Черные арбы, черные арбы, которые остаются после Верховного Церемонии Мейстер не открывают порталы, когда в них стреляют из сайдармов. Не только из сайдармов, Верховный Церемонии Мейстер всегда остается иммунным к дамагу, даже если гневорожденный баф активен. Верховный Церемонии Мейстер также принимает в себя нормальное количество урона, даже если баф активен. Это будет исправлено в будущем апдейте. Так, аугментированный заблокированный таймер периодически ресетается во время финального столкновения с Таниксом. Иногда ну это в рейде СГК. Иногда неверный тедер связывается коробка в общей линии при ДПСе на боссе. Во время столкновения с ним. Окей. Блин, там оказывается есть пройти стадисом этот как его называют сад спасения и последнее желание полностью в боевой группе. За это там 200 пунктов дают. Надо будет как-нибудь заморочиться. Ладно. Дальше плитки в пазловой комнате во время столкновения Шурочи в последнем желании на Дане работают на титановском щите и на кладезе Варлока. Так, дальше у нас идут видеоролики недели. Что у нас тут? в общем не знаю кому захочется можете свой плейлист добавить. Прикольно, прикольно. Ладно, дальше что у нас идет там гром. Пошли копирайтеры. от Imagine Dragons. Понятно, ПВП монтаж, идем дальше. Так, кому захочется эту эмблему можете поучаствовать в видеороликах недели. в общем, как обычно. Художник недели. Тоже прикольно. Папа начал плакать и я вернулся на постель и все мои пингвины в голове заблокировали. Что за психоделика? А, это пингвины с Европы. Окей. Так, если вы выиграли, убедитесь, что вы привязали свой аккаунт на Bungie эти профили. Мы знаем, что очень много разговоров комьюнити вокруг текущего состояния игры. Мы не хотим углубляться слишком глубоко во фразу «мы слушаем», поскольку это уже стало мемом стопроцентным, которое комьюнити воспринимает слишком близко к сердцу, и мы считаем, что комьюнити предложения и тревоги сообщества продолжают эволюционировать в 2021 году и в грядущем. Они это будут обрабатывать и как-то над этим работать. Ранее на этой неделе ассистент геймдиректор Джо Блэкберн написал у себя в твиттере про что мы уже ранее говорили в рецептном видосе. То, что лучший год лучшие времена разработчиков еще впереди. Следим за тем, что скоро выйдет и 2021 год будет немного другим для Destiny, но мы еще немножко подумаем над нашими планами, но ожидайте то, что узнать, что будет происходить с игрой в 2021 году в следующем сезоне. Мы любим Destiny 2 и мы любим тот факт, что мы над ней работаем. Мы очень рады поделиться некоторыми изменениями по поводу следующего сезона и сделаем это на одну из следующих недель. Спасибо, что играете с любовью Козма. Ну, в общем, как-то так. Да, содержательный, конечно, тваб. Наверное, не очень, но, блин. Не, ну, основное, что мы вынесли из этого тваба, естественно, за исключением там, Хукмуна, квестов на него и так далее, через все уже там все прошли. То, что нас в очередной раз утешили в том, что у нас будет возможность сезонный контент играть, даже после того, как он идет, ну, даже после того, как сезона идет, ну, я думаю, все очень возбуждены на тему того, что нам можно будет фармить гневорожденные охоты, вот эти вот. Не, ну, на самом деле, здесь этот момент хорош для меня, по крайней мере, тем, что там есть триумф, где надо убивать боссов сезонным оружием, и если он останется, то я не буду его дрочить сейчас, потому что мне там дофига этих боссов побивать еще. Так, это первое. Затем теневые инграмы, то, что они возвращаются, это, конечно, хорошо, потому что, ну, я думаю, мало кто будет спорить, что теневые инграмы были прикольными, ну, с них хотя бы был какой-то шанс, ну, дропа каких-то пушек, которые мы желали, там, тот же самый шотик, который сейчас на рейде большой популярностью пользуется, да, дальше, что у нас там был, меч в третий слот, гильотина, что у нас еще было, автомат, нетущий голод, ну, и так далее, думаю, сами назовете, так что, возвращение теневых инграмы это скорее плюс, чем минус, но, опять же, это рьюз, народ все-таки немножко нового что-то ждет, призма-преобразователь, естественно, тоже возвращается, ну, потому что теневые инграмы, чтобы как-то их преобразовывать, призматические линзы надо будет фармить для этого призма-преобразователя, вот, дальше у нас идет позолочение титулов, что вообще рофл, ну, то есть, у меня, я, конечно, был бы не против, ну, был не против того, чтобы можно было заново обновлять свои титулы и так далее, но чтобы они как-то отличались, а то у тебя получается, вот у меня сейчас три одинаковых титула есть, и, я, наверное, буду против, если мои предыдущие титулы, которые я получил, обнуляться, и у меня останется только один, и мне надо будет его обновлять периодически, менять, наверное, цвет, но если они со старых титулов, там, цвета какие-то уникальные вернут, которые там уже никак не получить и так далее, то это, конечно, будет другой вопрос, но, блин, все равно как-то странно, в общем, посмотрим, ну, это не то, чтобы, я бы сказал, не так уж много народу этими титулами занимается, ну, печать безупречная, печать завоевателя, это вообще, ну, хотя, они добавят рандомные роллы у пушек, ну, то есть, добавят адептовские версии пушек для того же самого грандмастера, так что, я думаю, народу будет больше закрывать грандмастера и получать титулы, если эти пушки, ну, зарешают, ну, по крайней мере, палиндром в первой части был неплох, и Shadow Price тоже автомат был хороший, и вроде, я не помню, по скоростности, если он был 600, если он будет сейчас в мете, если он будет сейчас тоже в первой слот, то, в принципе, будет неплохо, однако автоматы сейчас очень сильно уступают 120-м револьверам, ну, в плане тимшота, на определенных картах в том же самом Ассирисе, так что, ну, если банджи там пушки сделает получше, и шмотки в испытаниях Ассириса, то я подозреваю, что их тоже кто-то будет фармить, тогда, может, печати станут более популярными, но, мне кажется, надо было начать с обновления лут пула, а потом уже подтягивать эти печати, ну, то есть, их по золоту, там, изменения цветов и так далее, но чтобы, вот люди просто сейчас смотрят на эти печати, такие думают, а нафига мне эти печати, это же просто там бумажка какая-то, да, ну, то есть, за ними что-то должно стоять, что-то, что имеет смысл фармить, чтобы эти печати были приятным бонусом, ну, и сами печати, возможность на них цвет менять, а не так, что, вот вам красивая обертка, а то, что за ней находится, ну, мы когда-нибудь вам расскажем, то есть, сейчас вот у людей ничего, кроме недоумения, не возникнет, я думаю, ну, не знаю, плюс там в чате или минус поставьте, что вы думаете по этому поводу, вот, дальше тут туалетная вода, по поводу Хейла, они тут нам рассказали еще, известные ошибки, уже нам хорошо известны, кто у нас на ютюбе тусуется, ну, или хотя бы на твиче, ну, или вообще просто в игру играет, ну, и парочка видеороликов в неделе, ну, и банжи нам, ну, и банжи нам тут дальше обещают светлое будущее, в принципе, как-то все, это то, о чем весь твап, ладно, пойдем смотреть, на резидент эвил, благо он уже, думаю, благо он тут уже начался, все, короче, ютюб, всем спасибо за просмотр, не забываем лайки поставить, комментарии написать, на канал подписаться, ну, и колокольчик прожать, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видосов, всем спасибо, всем пока, на ютюбе смотрят, твич, а мы пошли смотреть эту трансляцию, от and on, и так, и так, Продолжение следует...